Только за вчерашний день на Гомельщине было зарегистровано 18 буйных пожаров. У тым лику два торфяных и четыре лесных. У совести со складанной пожаронебеспечной ситуацией сегодня пройшла видоселектрная нарада, на какой обмеркованные шляхи минимизации адмовных наступствов. Наши корреспонденты потекавилися под рабязностями. Ситуация, саправдой, серьезная. С початку года у экосистемы Гомельской области зарегистровано 392 пожары. Это у шесть разов больше, чем было на эту дату летность. Поведомления об узгораниях до выратовальников поступают постоянно. Спасателям Петриковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в деревне Баклань горит хозяйственная постройка. По прибытию к месту вызова подразделением ЧЕС было установлено, что горит два нежилых дома и пять хозяйственных построек, которые в результате пожара были уничтожены. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности. Головная задача сегодняшнего посаджения областной комиссии по надзвычайных ситуациях унести карактеровки у дзейность некоторых службов. Не задавальняючий застается якость проводимого мониторингу. Часто пожары становятся вядомы, коли он станет мощным. Больжорскими повинны стать меру, относенных до керауников сель-газпродприемства, які наумысно выпаливают сухую рослинность. У гэты ж спис можно дадать отказных за подтримание парадку у придорожной зоне. Кинутая запаленная цигарета причиной узгорания установилась не однойче. Как-то нужно сознание людей менять, потому что мы говорим о том, что запрещено полить траву в экосистеме или в населенном пункте. Но все равно народ, я не понимаю, почему, продолжает это делать, к сожалению. Но опять же в этом году немножко нормальная зима, не было влаги, не было снега, сушь. Поэтому нам пришлось принять такое решение, и все лесхозы области закрыты от посещения. Мы даже знаем такие случаи, есть специальные такие вредители. Они идут и палят лес. К сожалению, такое есть. Особливая тема – наведение парадку на земли. Не глядяши на проводимую работу, только экологи селета выявили амаль 1600 несанкционованных звалок. Их по ранейшему шмат и они потенциально экранницы узгорания. За этой нагоды подчас посяджения комиссии по надзвучайных ситуациях выказывается пропанова инициировать перед прокуратурой дачи правовые отзнаки офицейным особам о обовязках, яких наведенне парадку на замасыванной территории. Тут же просьба до миллиараторов, в некоторых районах не хапая крыниц пожарного водозапеспечения. До речи, частка торфяника, где пожары узникают вельми часто, вырышено затопить. Предусмотрено, что в Хойницком и Калитковичском районе будут проведены ряд мероприятий, в том числе мероприятия по восстановлению болот. Под эти мероприятия предусмотрен отвод территорий, это старые выработки торфяные. Олег Синцюров, Миколай Скинсяян, Игорь Марышенко, Телерадо и компания «Гомель».